Радио 54 В чем, ну, скажем, главная фишка вашего театра? Особенность? Мы любим друг друга. Класс! Так, это нет, это Дом-2. А вот что касается вашего театра в понедельник-выходной? Все-таки. Ну, я не знаю, мы просто все вместе занимаемся одним делом, и мы все горим. В каждом театре люди так делают? Нет. Нет? А, вот они, секретики начались. Даже фанатично очень как-то относимся к своей профессии, вкладываемся туда. Мы живем в театре, у нас очень маленький камерный театр, и мы все друг друга знаем, мы одна большая семья. Ну, не очень большая, маленькая, конечно, еще. Но мы все заодно, заодно общее дело, радеем, болеем и стараемся. Вот. Весь секрет. И все на энтузиазме? Ну, почти. Давайте я вам как раз прочитаю монолог со спектакля «Кухня». Давайте. А, давайте. Это Елена Рок. Значит, мы стояли с мужем в кафе и пили кофе. Муж был молод и красив, и я его любила. Кафе было дешевым, кофе невкусным, и на мне было ужасное пальто. Я мучилась комплексом неполноценности и ненавидела это пальто. Стояла и мечтала, что когда-нибудь мы будем пить хороший кофе в красивом месте, и я буду модно одета. А муж смотрел на меня сияющими глазами, он меня любил и не знал, о чем я печалюсь. Он умер молодым, а я осталась. И потом в моей жизни было много разных кафе и кофе, и много модных пальто, а его не было. И я очень часто вспоминаю этот эпизод из своей жизни, когда у меня было все, но я об этом не знала. Блин, я чуть не заплакал сейчас. А я это читала. У нас есть потрясающий спектакль, называется «Сто пять пожизненно». Это по «Леди Макбет Мценского уезда». Это моноспектакль. Он совсем недолгий, он идет всего час, но он какой-то потрясающий. Девчонки работают великолепно. И они так рядом, и ты так проникаешься в этой истории. Очень страшная, очень трагичная, очень сумасшедшая, про любовь нереальную. И от того, что она так рядом, и она рассказывает об этом так душевно, ты не можешь просто не почувствовать и не проникнуться. В никаком другом театре это невозможно. В нашем возможно. То есть нет такого, что как-то неудобно или неуютно, или какое-то нарушается личное пространство, вот этого нет ощущения, да? Нет, никто личной границы не переходит. Люди же по-разному реагируют. В любом случае вы остаетесь в зрительном зале. Вас никто не берет за руки. Не дергает, да? Не говорит, эй, эй, давай с нами. Нет, такого нет. В случае она хлопить по щечину, да? Нет, 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 боже упаси, что вы. Когда играем в спектакли, всегда происходят какие-то интересные истории. И для того, чтобы было интереснее, особенно вот в новогоднюю кампанию, когда начинаются бесконечные спектакли, просто один за одним по четыре штуки в день. И это длится практически целый месяц. И мы стараемся себя как-то с актерами уже развеселить, что-то сделать. И у нас в театре «Старый дом», где я работала, была сказка «Морозка». Мы как раз вместе там играли с Сергеем Николаевичем, который сейчас является нашим режиссером и художественным руководителем. И там был такой момент, когда «Морозка» награждает Настеньку. Я играла Настеньку. И дарит такой небольшой ларец. И подарил подарочек. И я беру этот подарочек, и мы с Ванечкой, значит, спускаемся со сцены. Сергей с Анатолием как раз они были помощники Деда Мороза. И вот каждый раз, уже перед Новым годом и после, они в этот ларец обязательно что-нибудь клали. И вот один раз они выходят и дают мне этот подарочек, значит, я беру его и просто так фух и вниз ухожу. Потому что я не смогла его держать. Там они положили груз, знаете, кулисы держат, чтобы... Ну, я не знаю, сколько там килограмм. Еле как я унесла его со сцены просто. А Ванечка мой убежал вперед с лошадкой, с каменом. И я говорю, спасибо, Морозочка. Еле как спустилась со сцены и еле как это все занесла. Субтитры сделал DimaTorzok